БисМииллахи Врахмала Врахим В comúnсалат ва славу от Набиана Мухаммада и ва сахдиххи въадим в минь табиани бххсани вачани ва Юмиддин вацбами вазили с галат ingen entrepreneurs ва сахдQuin ва сэм А Cloud уважаемые братья и сестры Алхамдул-Лях и еще один день мы с вами пропастились Разове Всевышнего Аллаха Прошу Всевышнего Аллаха чтобы принял от нас наши поклонения чтобы Аллах принял наши посты, наши молитвы, и чтобы в Судный день, как мы радуемся с вами во время разговления, чтобы мы с вами радовались, когда увидим награду великую Всевышнего Аллаха за наши деяния, чтобы наши деяния были искренны, ради довольства Аллаха. Аллах, продолжаем наши вот эти вот лекции, вместе с Кураном, вместе с Рамадан. Сегодня, иншааллах, разберем с вами 177 аят Суры Аль-Бакара, 177 аят Сурата Аль-Бакара. Вначале его зачитаем, иншааллах, потом уже сделаем по нему тавсир. Стаиду билля. Сказал Всевышний Аллах в этом аяте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Всевышний Аллах сказал Не в том, что в первую очередь, чтобы вы искали направление, куда молиться, в сторону востока или в сторону запада. Именно Аллах не спасал это после того, как... До этого Аллах приказал пророку Мухаммаду, когда они находились в мечете Кивилатейн, во время молитвы не спасал Ая. Когда мусульмане молились в сторону Иерусалима, и Аллах не спасал Ая. Сказал Направьте свои лика в сторону Мухаммаду, направьте свои лика в сторону мечети Аль-Харам. И тогда То есть стало некой проблемой для верующих. Некоторые десять Сахабов, сразу это те, к которым был обещан рай уже при жизни. Абу Бакр, Умар, Усмайн, Али, Талиха, Зубейр, Абу Убейдамин Джаррах, Саид Ибдя Бивакас, Саид Бин Азейд, Талиха. Они все направились за пророком Мухаммадом, салаллаху алейхи салям. Как сделал посланник Аллаха, салаллаху алейхи салям, направился во время молитвы. Ему неспасанно было от Аллаха вахи. И они то же самое совершили, то, что сделал пророк Мухаммад, салаллаху алейхи салям. Десять. И Аллах, Субханаву Атеаля, при жизни обещал им рай. То есть, представляете, они живут по этой жизни, по этой земле ходят, и они знают, что из-за обитателей рай. Из-за чего? Из-за того, что они сделали то, что сделал пророк Мухаммад, салаллаху алейхи салям. Не размышляя, то есть, для чего он повернулся. Все. Услышали, увидели и подчинились. Вот так вот они подчинялись посланнику Аллаха, салаллаху алейхи салям. И был Ишкаль, была некая проблема. То есть, некоторые начали говорить, зачем они, зачем мы повернулись со стороны Иерусалима, в сторону Мекки. Для чего это было? То есть, много вопросов. Были глупцы, которые ходили и начали говорить, как Аллах в Коране говорит. Говорили суфага, глупцы. Что с ними случилось? Что их заставило развернуться от той киблы, от того направления, на котором они были до этого? То есть, для чего это они сделали? Много-много разговора пошло, и Всевышний Аллах, субханаллаху альхи альхи, в этом аяте нам пояснил, что само благочестие, глубина вот этого благочестия заключается не в том, чтобы вы повернулись в сторону востока или в сторону запада. Чтобы найти киблу, мы с вами знаем, рука, мир арканя, саля, столб и столпов намаза, это нужно направиться в сторону Каабы, в сторону Священной Мекки. Но, однако, не это суть благочестия, не это сама суть намаза, это то есть, это имеется ввиду, это путь, это причина для намаза, чтобы был намаз действительный, но это не суть намаза, это не суть молитвы, это не суть ассаля. Поэтому в шариате, какой бы, какая бы ни была великая 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 однако, не сможет достичь именно уровня максада, именно того, что, для чего ты то или иное дело делаешь. Почему? Далее на это, например, если человек верхом едет, когда или в самолете летит, он может молиться по направлению. Если была бы эта суть намаза, то ему обязательно нужно было бы найти киблю. Или, например, нарид, больной человек, если он не может поворачиваться, то ученые говорят, он может молиться, лежит, например, на койке, невозможно ему найти киблю или повернуться, это для него утруднение, усложнение, он там лежит, парализован, то он как лежит, вот по этому направлению и читает намаз свою молитву. Или в Газавад, во время битв, тоже там есть свои ахкама, свои хукмы, как нужно молиться в это время. Поэтому это не является основой молитвы. И здесь Всевышний Аллах, субханаху, хочет нам объяснить и сказать, какого бы это великое действие не было бы, найти киблу, найти направление, однако это не является суть, это не является благочестием. А в чем же является благочестие, то задается вопрос. Дальше Всевышний Аллах, субханаху, говорит, но однако именно благочестие в первом в чем в том, чтобы человек уверовал в Аллах. Благочестие в вере во Всевышнего. И в пророках. Иман билляхи, субханаху, вера в Аллаху, субханаху, уверовать в то, что Он Господь, Он великий Создатель, Он Творец, Он Раззак, Он дающий пропитание, Он оживляет и забирает жизнь. Он дает нам исцеление. Аллах, субханаху, посылает болезнь. Аллах, субханаху, также посылает исцеление. То, что все мы вернемся к Аллаху, субханаху, так как Он наш Господь, Он Харик, Творец всего и вся. И также с точки зрения Абада, с точки зрения поклонения, Илях, как Он наш Господь, тому, кому можно только единственному, кому можно поклоняться. Не является объектом поклонения, не приближенный ангел, не посланный посланник, а только Аллаху, субханаху, только Всевышний Аллах, субханаху, как сказал Аллах, субханаху, и моя смерть, только принадлежит Аллаху, Господа миров, и нет у Него сотоварищей. Поэтому мы верим в Аллаху, субханаху, то, что Аллах, субханаху, творец всего и вся, Он только единственный, тот, кому можно поклоняться, субханаху, кого можно обожествлять, у кого просить, с чьим именом делать, забиха, приносить жертву. Все дуа просит только у Аллаху, субханаху, напрямую, у Всевышнего Аллаха, субханаху, вот в этом заключается благочестие. Второе, в последний день, судный день. Здесь именно сказано в последний день. Ученые сказали, почему Аллах, субханаху, в этом аяте, сказал последний день, потому что нету похожего, не будет похожего на этот день, на судный день после этого дня. То есть ни один день не сравнится с этим днем. Поэтому мы всегда просим Аллах, субханаху, субханаху, сделай самый лучший для нас из дней. То есть, например, у каждого у нас в жизни один день отличается от другого. Иногда, например, у нас есть настроение, у нас есть силы, в какой-то день мы себя мурак, то есть чувствуем себя слабыми или настроение не бывает. Но именно когда приходит нам радостное событие, мы радуемся, когда какое-то горе, испытание нам тяжко, но однако мы просим Аллаха, чтобы, несмотря на все радости и несмотря на все испытания, сделать для нас самым счастливым днем, это тот день, когда мы встретимся с тобой, чтобы Аллах, субханаху, нам всем сказал и всем братьям, сестрам, которые сейчас с нами сидят на этом уроке, сказал, я доволен вами и больше никогда не будет нас гневать. Амин. Поэтому последний день названный это день, когда все воскреснут, встанут из могил. И ангел Исрафиль, который будет дуть в горн, Аллах, субханаху, его сотворил для двух вещей, для два раза, чтобы дунуть в горн. Как Аллах в Кур'ане сказал, когда он первый раз дунет в горн, то все, что есть в небесах, на земле, все уничтожится. Все, все уничтожится, ничего не останется. А когда второй раз в горн дунет Исрафиль, все встанут из своих могил и будут смотреть. И в этот день никто не сможет говорить, кроме как шепотом, Услышите только шепот, будут бояться, стесняться и бояться творца, и верующие, и неверующие, и мунафик, и лицемер, и мусульманин. Все они будут, что говорит шепотом, бояться страха вот этого судного дня. Поэтому Аллах в Коране говорит касательно неверующих Всевышний Аллах говорит в Коране и они поклялись то есть поклялись Аллах не воскрешит того, кто уже умер. То есть неверующие говорят, мы не воскреснем, все, наша жизнь это что? Они даже сдавали пророкам своим и пророку Мухаммаду саллаллаху задавали с удивлением То есть с удивлением с таким с низготством задавали вопрос если мы умрем превратимся в землю от нас останется только кости неужто мы заново воскреснем? То есть такие вопросы задавали и также То есть клялись Всевышним сказали то, что Аллах не воскресит того, кто умрет. Умар Ибн Зар сказал тогда сказал он что сказал Но мы также клянемся в ответ этим неверующим сказали мы также клянемся Аллахом то, что Аллах воскресит того, кто умер. То есть ответ был такой они говорили мы клянемся Творцом то, что Аллах не воскресит того, кто умер. Он им отвечал и говорил, что мы также клянемся Всевышним то, что Аллах воскресит тех, кто умрет. То есть после смерти мы воскреснем. И тогда через это приближался к Аллаху искал милость Всевышнего Аллаха и говорил О Аллах мы верим то, что ты нас воскрешишь и эти люди не верят то, что они воскреснут в судный день. Каково будет положение неужто ты сделаешь одинаковое положение в судный день тех, кто не верил и тех, кто поверил. Всевышнего Аллаха в судный день. Вера в ангелов Мы знаем то, что очень большое количество ангелов. Основные ангелы Джабраиль, Микаиль, Исрафиль, Малик-Аль-Маут, Мункер, Ванакир. То есть основные ангелы это Джабраиль которому повелел именно самый приближенный ангел к Аллаху Джабраиль который доносил откровения от Аллаха до пророков Исрафиль тот, кто будет дуть в горн также Микаиль тот, которому Аллах поручает вопросы погоды все, что связано с природой Малик-Аль-Маут ангел смерти некоторые его называют Израиль или еще говорят например некоторых тюркоязычных народов Азраиль но это недостоверное его имя а зовут его Малик-Аль-Маут ангел смерти тот, который к каждому из людей придет он и каждый с ним встретится перед тем когда Аллах будет забирать его душу если он с улыбкой придет с хорошим вещанием легко из него выйдет душа подобно как из бортука выходит последняя капля воды если он был грешником неверующим или лицемером то как подобно крючку который когда выдергивает мокрую шерсть так же из него выдернут его душу тяжело уже больно почувствует и увидит что у него будет лицо некрасивое злобное да Аллах чтобы на всем нам пришли ангелы с белыми красивыми лицами когда мы встретимся с ними и так же ангелы которые будут спрашивать в могилы задавать вопросы кто твой господь какая твоя религия кто твой пророк верующий ответит и скажет например мусульмане и тогда мой раб сказал истину ему будет то что он попросит и тогда ему откроют дверь он будет барзахи лежать до судного дня его тело в могиле а душа будет в другом измерении наслаждаться и ему откроет окошко в рай и он увидит это и захочет туда уже пойти и скажет мусульпан неверующий неверующий Нар, как Всевышний сказал, на самом дне ада, тогда они скажут, я рад билят, укинь са'ан, о Аллах, сделай так, чтобы отгради от нас судный день, чтобы он не пришел, то есть, чтобы это, почему, потому что если сейчас я тут наказываюсь, тогда каково там будет мое наказание? Поэтому, также ангелы, которые записывают благие, кирамы катибин, Аллах в Коране говорит, которые записывают благие дела, с правой стороны, с левой стороны плохие дела, но, в течение дня, иншаллах, если человек сделал плохое дело, и потом сделал, совершил за ним, покаялся, совершил благое, Аллах в Коране говорит, хорошие дела стирают плохие дела, хорошие дела стирают плохие дела, поэтому, всегда мы говорим, даже в лекции, про истегфар, который мы в понедельник, в 5 часов вечера, была на сайте Рамадан онлайн, и будет продолжение этой лекции в 5 часов, в пятницу, иншаллах, то есть, когда человек совершил какой-то грех, сразу же нужно поспешить, поспешить сделать благое дело, поэтому, иншаллах, вот эти вот благие дела стирают плохие дела, каждый день, также, в Бейт-эль-Ма'мур, сказано, в небесной Каабе, есть на небесах Каабе, Бейт-эль-Ма'мур, там читают 70 тысяч ангелов, намаз, на следующий день, на следующий день, новые 70 тысяч ангелов приходят, на следующий день, и так, постоянно, поэтому, их количество мы не знаем, Аллаху А'алям, только Аллах Субхану Ва Та Аля знает их количество, Аллах в Коране говорит, не знает войска Аллаха, никто, кроме как Всевышний Аллах Субхану Ва Та Аля, они сотворены из нора, сотворены из света, никогда не ослушиваются Аллаху Субхану Ва Та Аля, и выполняют все, что им приказано, также есть ангелы, которые будут строжа рая, Ридуан, ангелы строжа ада, Налик, поэтому их много, очень большое количество, сосчитать их невозможно, они не являются сотоварищами Аллаха Субхану Ва Та Аля, они также являются рабами Всевышнего Аллаха Субхану Ва Та Аля, и у них нет выбора, грешить или нет, Аллах их так сотворил, они без вопросов полностью выполняют приказы Всевышнего Аллаха Субхану Ва Та Аля. Следующий, Валькитаб, вера в книге, именно в Кутубе Самовой веры, в книге, которую Аллах Субхану Ва Та Аля, не спасал пророкам, Муса Аля Субхану Ва Та Аля, не спасал Таура, Тору, Дауду Аля Саламу, не спасал Забур, Псалтырь, Иса Аля Салам, не спасал Инджиль, Евангелие, Сухоф Ибрагим, Сухоф Муса, Свитки Ибрагима, Свитки Муса Аля Салам, то, что было в их времена, времена, мы в это верим, то, что это один из толпов, сейчас мы к этому подойдем, верим, то, что в эти писания, которые были неиспоснаны, и последняя книга, писание Кур'ан, Кур'ан неиспоснан на сердце пророка Мухаммада, как руководство для умы, посланника Аллаха, подтверждает то, что было сказано до этого, и разъясняет, и Кур'ан, неискаженная, единственная книга Аллаха Субхану Ва Та Аля, и не будет искаженной до Судного дня, так как Всевышний Аллах сказал, «Инна нахну наззална дзикра, и инна лагу лахафизун», поистине, мы не споставили этот дзикр, напоминание, и мы будем его оберегать до Судного дня, «Ла ятихил баатли, и ничто его не сможет, ни спереди, ни сзади, то есть баатли, недостоверная информация, его не окружит, то есть Аллах Субхану Ва Та Аля полностью защитил свое Кур'ан, даже если все книги, например, уничтожатся, то он не пропадет, потому что он в сердцах, обладатели знаний, миллионы хафизов Кур'ана, которые знают Кур'ан наизусть, таким образом они и во время пророка Мухаммада, салаллаху алейхи салам, все хранили в своих сердцах. И в пророков, то, кто уверовал в пророков, пророки, первый пророк Адам, как пророк, это первый пророк был Адам, как посланник, первый был Нух, заключительный пророк, печать всех пророков и всех посланников, Мухаммад, салаллаху алейхи салам. Из них есть группа, также которую Аллах Субхану Ва Та Аля называет «Улюль Азм», пять пророков, которые уходят в «Улюль Азм», в Кур'ане упомянуто 25 пророков, говорится, в некоторых источниках, то, что их было больше 300 тысяч, примерно 313 тысяч пророков, из них было 112 посланников, поэтому есть такое правило, каждый посланник, он является пророком, но не каждый пророк является посланником. пророк, кто такой, в основном пророк был, приходил после посланника, дабы продолжить религию того посланника, который был до него. Например, Аллах Субхану Ва Та Аля послал Мусу, алейхи салам, он был пророк и посланник, и вместе с ним его брата Харун, Харун был пророком, он продолжал религию Муса, алейхи салам. Также посланник, он был мукаляв бидда'ва, именно посланнику Всевышний, Аллах Субхану Ва Та Аля приказывал доносить, пророку не приказывал. Также посланнику, Аллах Субхану Ва Та Аля послал шариат, послание, вот это вот такие отличительные черты между пророками и посланником. Мухаммад Субхану Ва Та Аля последний пророк и последний посланник, Субхану Ва Та Аля. Вот здесь вот, уважаемые братья и сестры, мы сказали, то, что не является благочестие в том, то есть не самое первое это, то есть здесь Аллах Субхану Ва Та Аля хочет нам, иногда бывает люди на второстепенные вещи обращают внимание, но забывают об основе. Например, даже возьмем вопрос о фикхе, спорят между собой два брата, вопрос о фикхе, и у каждого у них есть, у этого есть Далили, у этого есть Далили, и все, и астахфурлан, уходят, далеко уходят, то есть и начинают там спорить, ругаться и так далее, как бы в второстепенных вещах, однако Аль Асль основу забывает. Также, например, возьмем, приведем пример, во время Талафа, вокруг Каабы, поцеловать черный камень, камень Сунна, однако, если ты причинишь, причинишь вред кому-то, то это не нужно делать, потому что причинять вред, Ида Аль Ахалин Харам, то есть причинять вред другим, это Харам, и ты видишь, когда есть давка сильная в Мекке, в Аль Хараме, люди одного толкнули, второго толкнули, Субхану, ругаются, там каким-то, я у Аллах Аль Азим, только в Мекке был, это можешь заметить, около Каабы, обзываются и так далее, ты за мной, его через дни отталкивают, для чего, чтобы совершить Сунну, но при этом, сколько он Харама набрал на себя, поэтому здесь просто Ищара, издалека, Бессимулаллаху Акбар, сказал, и дальше идешь, ради Сунны, ты не должен совершать Харам, Сунна, что такое? Сунна, аль-хамдулля, это желательно, но не обязательно, Харам, ты из-за этого будешь спрошен, перед Всевышним Аллахом, Субхану, здесь Всевышний Аллах хочет нам, чтобы мы обратили внимание, то, что да, обязательно нужно находить направление во время намаза, но не это и есть суть благочестия, а благочестие заключается в другом, в вере в Аллаха, в Сунны день, в ангелов, в книге, и в посланников, в пророков, здесь аркану аль-иман, собранные из толпы имана, кроме как без одного столпа, аль-иману бил-кадри в хайрих ва шарих мин Аллах, то есть вера в предопределение хорошего и плохого, но однако, как пришло в хадисе Джибраэля, когда Джибраэль, спросил посланника Аллаха, ахбирни аль-иман, расскажи мне, что такое иман, что такое вера, на что пророк Мухаммад, саллаллаху аль-салям, сказал, анту имена биллайхи, у малайкати, ва кутубихи, ва русулихи, валихум аль-акхири, ва л-кадри хайрихи, ва шарихи. То есть, эта вера в Аллаха заключается в том, иман заключается в том, вера в Аллаха, в ангелов, в книги, в посланников, в судный день и в предопределение. Эти дела амалюль кулуб, эти действия дела сердец. Вера в этого Аллаха, в ангелов, в судный день, в пророков, в книге. Сейчас мы перейдем иля амалюль джаварих, в этом же аяте, перейдем к действиям нашего тела, нашим органам, наших действий, поклонений нашими органами Аллаху, субхану ва Та'але. Здесь было поклонение сердцем, вера сердцем, а здесь вера своими действиями. И благочестие также заключается, сейчас дела, мы сказали, до этого упомянули дела сердец, сейчас дела нашими джаварих, нашим телом, нашим органам. И тот, кто дает имущество, богатство, то богатство, которое он любит, близким, родственникам, второй, сиротам, бедным, мусафирам, путникам, просящим, те, кто просит, его и навыку прават. Здесь Всевышний Аллах начал именно постепенно, то есть, в первую очередь, кому нужно давать, помогать, родственнику. Потом уже в втором месте идет ятим, сирота, мискин, нуждающийся, бедный, ибн Сабиль, путник, саилин, тот, кто у тебя просит, вафир рикаб и навыку права. Но сейчас уже этого нету, навыку права. Поэтому начинать нужно с родственников. Именно здесь Всевышний Аллах сказал, из какого богатства дает, из того, которого он любит. Поэтому сказано, какое садаха, какое именно принято Аллаху, субхану ва-та'але, ан туфиқ, туфиқ, ва анта сахиху, чахих. И когда ты даешь, ты здоровый, ты здоровый, боишься, что ты обеднеешь и надеешься на богатство, на то, что ты разбогатеешь. Имеется в виду не то, что ты, например, у тебя много денег, там, например, скажи, и ты какую-то иманную часть, которую тебя незаметно даешь. Нет, ты сам нуждаешься в богатстве. Ты же сам в этом нуждаешься, но отдаешь. Ради чего? Ради Аллаха, субхану ва-та'але. Ради Аллаха, субхану ва-та'але. Из того, что ты сам любишь. Человек, он так сотворен, он любит богатство. Да, он любит, об этом в Кур'ане сказано Всевышнем Аллаху, субхану ва-та'але, ва иннаху ла хуббил хайр и ла шадид. И он, то есть раб Аллаха, создание Всевышнего Аллаха, человек, очень сильно любит хайр, благо. В этом улема говорят, муфассиры, хайр, в этом аяте имеете в виду деньги, имеете в виду имущество. Также Всевышний Аллах сказал, и вы очень-очень сильно любите маль, очень сильно любите имущество, очень сильно любите богатство. Поэтому именно давать не из того, что тебе самому не нужно. Иногда бывают такие, да, там кто-то там свой гардероб смотрит, там, что бы там этому брату дать, там, а это я не ношу вещь, все равно, куда я ее одену? Подожди-ка, может, все-таки я одену? Давай себе оставлю. Там из того, нет, все-таки я ее не одеваю. Когда я ее? В последний раз в том году одевал. Потом, а вот это я вообще не одеваю. А вот это, что это? Это мы кушать не будем же, отдай. Не из этого нужно давать, чтобы было принято садака, а из того, что ты сам любишь. Из того, что ты сам любишь. Поэтому Аллах в Коране сказал в сурате Аль-Имран Именно этот аят, именно аят дает этому аяту. Вы не достигнете вот этого дараджа, уровня берра, благочестия, до тех пор, пока не будете давать из того, что вы любите. Из того, что вы любите. Почему? Потому что ты даешь перед кем? Перед Аллахом, перед Создателем. Ты должен давать из того, что ты сам любишь на пути Всевышнего Аллаха, из того, что ты любишь. Второе, кому уже по степени ятим. Ятим это сирота. В сурате имеется ввиду сирота, это не тот, кто без мамы вырос, а тот, кто вырос без отца. Тот, кто вырос без отца. Если, например, человек потерял отца, но он уже был далек, он уже был как бы зрелого возраста, то он не является ятимом, не является сиротой. Сирота это тот, кто родился без отца или потерял отца в маленьком возрасте. Поэтому пророк Мухаммад, салаллаху алейхи и вассалям, он был ятимом. Когда он родился, и отца уже не было, когда был в утробе мамы, его отец Абдуллах умер. Потом уже, когда исполнил 6 лет, мама его умерла. И здесь вот именно Аллах, субхану а та'аля, упомянул пророка Мухаммада, салаллаху алейхи и вассалям, как ятима, как сиротой в сурате Духа. Ниужто он тебя не застал ятимом, я, Мухаммад. Он тебя застал ятимом, сиротой, и он тебя сам воспитал, Всевышний Аллах, субхану алейхи и вассалям. Сам Аллах, субхану а та'аля, воспитал пророка Мухаммада, салаллаху алейхи и вассалям. Имам Шавкай сказал, тавсир этому айяту, «Зукирта бильютами в Куране такрима тен, ва кимату лу-лю ил макнуни филютами». О, Мухаммад, ты упомянул в Куране, как ятим, как сирота. Ва кимату лу-лю... Вот здесь уже идет красная речь арабского языка. Он в стихотворном сказал, тавсир этому айяту, ва кимату лу-лю ил макнуни филютами. И как дорог тот жемчуг, который спрятан в сироте. Как дорог тот жемчуг, который спрятан глубоко в сироте. Жемчуг, само по себе он дорог. Его достать, натуральный жемчуг, тяжело достать. Нужно из-под воды где-то в глубине найти его. Поэтому сама красота, которая скрывается в глубине ятима, оно очень дорого. Вот это хочет пояснить имам Шавкай. Если согласно хадису, по голове погладить ятима, твои грехи прощаются. Аллах тобой доволен. А что уже говорить о том человеке, который смотрит и воспитает ятима? Пророк Мухаммад сказал, ана ва кашифу льятим фил джэндэдэй кэхатэйн я, говорит, и тот, который вырастил ятима, именно смотрел за сиротой, со мной будет в раю на таком расстоянии и показал на указательный палец и на средний. То есть тот, кто заботился о сирот, со мной на таком расстоянии будет сказал посланник Аллаха салаллаху алейхи ассалям в раю, то есть вместе со мной. Мискин. Мискин это кто? Это бедный человек. Есть еще хуже его факир. Факир, у которого вообще ничего нету. А мискин это тот, который сам закат не может выплатить. Это является мискин. То есть нуждающийся. Ибн Савиль путник, который приехал, например, с другого города, там помочь ему купить билет, вернуться обратно. Даже если у него там на родине есть у самого имущества, то ты ему можешь помочь. Альхамдуллях, дать именно садака. Те, кто просит у тебя. Но опять же, те, кто просит, нужно смотреть, уважаемые братья и сестры. Если он, например, если у тебя больше, ты думаешь, что он на это возьмет какой-то харам. Обычно, когда, например, смотришь, там человек, который там покупает харам себе и так далее, он тебе пришел с просьбой, то ты ему не давай. А ты если знаешь, что он сам богобоязненный, раб Аллаха, поклоняется всеми, что Аллаху субхану ва-та'але, и он именно у него есть нужда, и он у тебя просит, тогда ты ему дай ради Аллаха субхану ва-та'але и на выкуп раба. После этого Всевышний Аллах субхану ва-та'але опять возвращается на дела нашими сердцами уже, и дела нашими, нашими, нашим телом. Два столпа упомянул Всевышний Аллах субхану ва-та'але ва-та'але. То, кто выставил молитвы пять раз в день, не один раз в день, не утром и вечером, а пять раз в день, так как Аллах приказал, за которую он берет 50 наград за пять раз за то, что он читает намаз, он берет награду кого-то за 50 намазов, за 50 соловат. И то, кто выставит молитвы И выплачивает закат Обязательный уже закат Именно намаз Почему Аллах Приказал 5 раз в день читать Например, некоторые задают вопрос Можно я утром помолюсь только? Или утром вечером? А почему именно 5 раз в день? И чтобы 1 молитву совершить, нужно 5 минут времени Пускай даже будет 10 минут времени Но если взять быстро, почитать дома 5 минут времени нужно, чтобы 1 саля прочитать И это если в день 25 минут, пускай будет полчаса Пускай будет 1 час даже Давайте возьмем 1 час Чтобы, это не в одно время, в разное время А чтобы отдать долг Аллаху Совершить 5 раз в день молитв На протяжении дня человек поддается Тем или иным страстям И чтобы остановиться и вспомнить об Аллахе Он должен останавливаться И молиться в это время Также Аллах, как один шейх Очень красиво пояснил И сказал Представь, говорит, что тебе Человек каждый день дает 24 тысячи долларов На следующий день И он тебя просит обратно тысячу верни А тебе 23 И ты ему не возвращаешь На следующий день Опять тебе дают 24 тысячи долларов И одну тысячу обратно просит Ты ему не возвращаешь И так на постоянном Имеется ввиду, что Аллах нам бесплатно С вами дал 24 часа в день Подарок Один час верни Аллаху Один час поклоняйся Аллаху И выплачивал закат Закат это обязательно То, что человек должен платить Если у него есть нисап И прошел хаву То есть нисап имеется ввиду Его богатство достигло 85 грамм золота Вот посмотрите, например Это часто задается вопрос Как вообще выплачивать закат Да, Аллаху, может быть Из-за этого будет кому-то польза Кто ищет именно ответ на этот вопрос Закат, как выплачивать? То есть, во-первых, у тебя должно быть нисап Сумма Которая примерно 85 грамм золота Смотрите по рыночной цене Сколько стоит золота Один грамм И умножаете на 85 Вот эта сумма, которая выходит Если у тебя такая есть Значит, ты из тех, которые уже может давать закат Забываешь Ага, увидел Ага, у меня эта сумма есть Забыл, что такое закат на целый год Например, сейчас, например Аллах дал человеку риск Сейчас месяц май В мае у него наступил Нисап появился Он забыл Записал себе Забыл В течение года продает Покупает Бизнесом занимается Ездит, тратит И так далее Год прошел Май приближается Открывает Ага, сколько у меня Ага, если этот нисап Сумма достигла и выше То вот с этой суммы 2,5% Даешь закат Дается закат кому? То есть дается восьми категориям Это факирам Тем, у которых вообще ничего нету Мискинам Это которые сами закат не выплачивают Те, кто работают на сборах заката Например, кто-то в фондах заката работает Им можно из этой суммы давать зарплату Выдавать Гаримин Это должники У кого есть долги Но именно долги какие? Не там, что брал там Много денег на бизнес Нет, именно на необходимости Простите, долги Это тоже входит в закат Это те, чьи сердца близки к религии Чтобы их поддержать На выкуп раба Но сейчас это отменен Сейчас Это раньше Во время посланника Аллаха Выкупали рабов Ибн Сабиль Мусафир И на пути Всевышнего Аллаха Из пяти вещей дается закат Из золота и серебра То есть из денег Второе Силь'а Из товара Например, если у них нету Деньги не держатся Но они закупили товар И товар продержался То есть пролежал год Вот из товара плачешь Потом дается ан'ам Из скотина Кто-то выращивает на фермах Там коровы Барашек С этого дается Зира'а Если кто-то занимается Там выращивает пшеницу То есть земледелем И последний канц Если кто-то нашел клад И ученые говорят Из того, чего ты даешь Закат этим должны давать То есть если твой закат Из денег То ты даешь деньгами Если из товара То даешь товаром Это чтобы Из разногласий Из всех выйти Некоторые ученые говорят Если нету нужда в деньгах А больше нужда В таран В еде То можно отдать едой Также говорят Что если ты думаешь Что на деньги Не потратит этот человек Кому ты даешь Именно по направлению То лучше ему дать Тем, что он больше нуждается Но это чтобы выйти Из разногласий Лучше давать Тем Из чего ты даешь Потом Всевышний Аллах Субханного Та'ля Говорит Это те люди Которые Сдерживают Свои договоренности Если они обещали Вот смотрите Здесь Здесь Мягкость Аллаха В чем проявляется В этой То есть Всевышний Аллах Субханного Та'ля Говорит Это те Которые стоят На своих договорах Если они обещали Выполняют обещанные Если Они обещали И вот это Словосочетание Ида Агаду Если они обещали Ученые что говорят Если ты Сомневаешься То что ты сможешь Выполнить Что-то То ты не обещай А ну если ты Обещал уже То ты выполняй Поэтому Уважаемые братья и сестры Никто на себя Не должен брать Какую-то тяжесть Если он что-то хочет Чем-то помочь Или что-то сделать И сказал Я обещаю Я это сделаю Если ты обещал Брат мой или сестра То ты должен выполнять И сколько Отношений Порвались Между братьями Между сестрами Но я больше За братьевы говорю Потому что Общаюсь и знаю Субханаллах То что Один брат другому Обещал и не выполнил И порвались отношения Братства Порвались отношения Дружбы и так далее Поэтому иногда Мы что-то можем обещать И не придавать Этому значению А наш брат ждет А ты забыл про это Любую даже вещь Например Какую-то мелкую вещь Все я тебе сейчас там Не обязательно связан С финансами Любой вопрос Все брат Сейчас я приеду Или еще что-то Брат Давай там например Встретимся Сможешь меня довести Там Да все брат Все брат Сейчас я приеду Через 10 минут Жди меня И тоже ждет Час прошел Брат О я забыл Да точно Тут у меня дела Не обещай Не обещай Если ты сомневаешь Что можешь выполнить Аллах тебя не требует Но если обещал Мы должны выполнять Так же и финансовый Берет один у другого в долг Я там Через столько-то верну И все Пропадает Человек свои деньги Обрата не может вернуть Или обещает То или иное сделать Поэтому иногда Да бывает То что человек Забывает Поэтому Вчера тоже Один брат Задал вопрос Говорит То есть У меня один брат Взял в долг И говорит Так делать Как будто он забыл Как вы думаете Говорит Брат Как ты думаешь Напомнить ему То что он у меня взял И спросить просто Брат А ты у меня когда брал Ты как вообще Брал просто так что ли Как бы этот Ну как подарок у меня хотел Или как в долг Я понял себя как в долг Я говорю Брат мой Что бы у тебя в сердце не было По отношению к нему Чего ты напомни ему И скажи Брат мой То есть Если ты взял Как бы И не хочешь возвращать Ты сразу скажи Альхамдулля Давай забудем Я тебе смогу Прощу иншаллах Но если ты обещал Мне вернусь Такой то срок То есть Позвони Скажи там заранее Брат у меня не получается Дай мне еще срочку И так далее Они пропадают Это не действие мусульман Вот в этом заключается Благочестие Говорит Всевышний Аллах Аллах В Коране Говорит О верующие Придерживайте Своих договоров Также Пророк Мухаммад Салаллах Сказал Верующие должны Придерживаться Своих договоров Поэтому Некоторые братья Бывают даже Может На кого-то из вас Или Вот я про себя скажу Может быть Что-то Бывает И надо обижаться Когда что-то попросили Говоришь Аллах Постараемся И тогда Говорят Почему брат Ты не можешь Потому что Если я Вният У меня есть Тебе помочь В этом вопросе Но если я Сейчас тебе Дам обещание То я буду Спрошен за это Если я не смогу Потом я буду За это спрошен Поэтому я не буду Тебе обещать Я буду все Для этого делать Стараться И помочь тебе В этом Или в том Вопросе После этого Всевышний Аллах Субхану Говорит Здесь три вида Когда проявлять Терпение И они То есть В чем заключается Благочестие В проявлении Терпения В трех В трех положениях Бася Дарра И хин Бася Это Нужда Когда у человека Есть например Нужда в деньгах То есть У него нету денег Нищета И он проявляет Терпение Дарра Это когда Аллах Субхану Именно Именно по своей Милости Именно Показал Это три вида Терпения Биттадар Руч Тоже постепенное То есть Одно легче Другое тяжелее И третье тяжелее Если человек Например Терпит То проявляет Терпение В том Что у него Нету денег Это легче Проявлять терпение Если человек Болен Какой-то болезнью На болезнь Какой-то тяжелой болезнью Человек болеет Терпеть тяжелее Чем в тот момент Когда у него Нету денег И третье Когда начинаются войны Когда хруб Это еще тяжелее На этом еще Больше нужно Проявлять терпение Поэтому Уважаемые братья и сестры Мы здесь что Именно Так же ученые говорят Где Всевышний Аллах Субхану Сказал Проявлять терпение Фи Вот Харф Харф Именно Вот это Предлог Родительного Держа И означает Внутри Фи Во время Когда у него Нищета Когда нету денег Фид Вадар Также имеется Во время того Когда у него болезни Имеется ввиду С точки зрения Лега С точки зрения Арабского языка Например Если у человека Спросят Где вода Человек отвечает Вода в бутылке Например Вода в бутылке Имеется ввиду Когда ты берешь Бутылку Ты понимаешь Что вода Она И бутылка Одной Тоже Ты не говоришь Это бутылка Это вода Берешь бутылку И говоришь Это вода Тоже здесь Имеется ввиду То что Именно такое Такая нищета Которая Постоянная нищета Нищета Она вместе То есть Прикрепленная за ним Потому что Каждый из нас Бывает Например Прошел через такое Или проходит Когда он Например Сегодня нету денег Завтра есть Болезни Непостоянные Все мы болеем Потом выздоравливаем А именно здесь Аллах Указывает Какая нищета Которая Постоянная нищета Вот на этом Проявляет терпение Это тяжелее Чем например Скажем Сегодня нету денег Завтра они появились И также Какая болезнь Которая постоянная Болезнь у человека Хроническая болезнь Вот в это время Проявляет терпение Ради довольства Аллаха А касательно войны Он не сказал В войне И когда идет война Потому что Война она Непостоянная Проходит Начинается Потом Проходит Года Она заканчивается И после этого Всевышний Аллах Когда писал И сказал Уля и калладин Ассадаку Эти Те которые Правдивые Здесь Аллах Хочет нам сказать Вот каждый Вот Все о том Что мы С вами прочитали Сейчас в этом аяте Те которые Уверили в Аллаха Те которые Верят в Судный день Те люди Которые Уверят в ангелов В книги В пророков Дают Имущество Расходуют То имущество Которое Они любят Близким Родственникам Сиротам Бедным Нуждающимся Путникам Тем кто У него просит На выкуп Раба Вставят Молитвы Выплачивают Закат Если они Обещали Выполняют Свои обещания Проявляют Терпение Во время Во время Нищеты Во время Болезни Во время Войн После этого Всего Аллах Субхану Место 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 Имения Для Множественного Числа О них Бывает Для близкого Расстояния Говорится А здесь Севышен Уля И К Те Здесь Ученые Один из Тафсиров Говорят Почему Аллах Субхану Место Сказал На дальние Расстоянии Те А не Сказал Эти Потому что Не каждый Это все Может Выполнять И Мало Таких Которые Веруют В Аллаха Искренне И выполняют Все это Дай Аллах Субхану Чтобы мы Были С вами Из Уля И Из Тех О которых Аллах Это те Которые Правдивые Как будто Они Именно Искренны С Аллахом Потому что Вот это Все Выполняют Ради Аллаха И тем Самым Показывают Свою Искренность Правдивость Перед Аллахом Потому что Не на языке Только Уверовали А и сердце И на Деянии И Те Они Богобоязненные И здесь Именно Правдивость Ибир Муталяхима То есть Имейте Ввиду Правдивость И благочестие Оно Близко По отношению Друг К другу Как Сказано В хадисе Как сказал Пророк Мухаммад Поистин Честность Правдивость Ведет Человека К благочестию А благочестие Ведет В рай Сказал Посланник Аллаха И Уток Этого В конце Всевышний Сказал Те Которые Богобоязненные То есть Именно Вот В этом Проявляется Набожность Вот именно В этом Проявляется Богобоязненность Человека А не Во второстепенных Вопросах А именно Вот в этом В действии В делах В имане В вере В делах Вот в этом Именно Проявляется Богобоязненность Поэтому Ат-таква Как сказано В Коране Пусть у вас Будет накопление Лучше Из того Что вы Накопите Это Богобоязненность Пророк Мухаммад Салаллаху Алейхи Вассалям Три раза Указал На сердце И сказал Богобоязненность Она здесь Богобоязненность Она здесь Богобоязненность Она здесь Сказал Посланник Аллаха Салаллаху Алейхи Вассалям Сердце Также Спросили Ибн Умара Что такое Тақва На что он ответил Аллаху Биттанзил Валридабил Калил Валистаададу Лияумир Рахил Тақва Богобоязненность Это Делать Дела Соответственно Тому Что Аллах Не спасал То есть Соответственно Вахи Откровение Кур'ана И сунны Богобоязненность Это Довольствуется Малым И Богобоязненность Это Готовиться Встрече В путешествии Судного дня То есть Именно После нас Как Аллах Заберет Наши души У нас С вами Будет путешествие Некоторые Те Кто жизнь Заканчивают Самуцидом Там Сами себя Убивают Думают Что все Закончилось Освободилось Нет Только Начала И у него все Поэтому Когда Абу Гурейра Плакал перед смертью И сказали ему Почему ты плачешь Первым На что он ответил Я плачу То что передо мной Длинное путешествие Передо мной Длинное путешествие Барзах Ответ Ангелам То есть Весы Судного дня То есть Вся картинка Перед тобой Твоя жизнь Перед тобой Будет Сам судный день Сырат То есть Длинное путешествие Передо мной За это плачу Как я буду Это Абу Гурейра Рад Аллаху Который уже Аллах ему Им доволен При жизни Аллах в Коране Говорит Рад Аллаху Альхум А раду Альхум Аллах им доволен И они довольны Аллахом И приготовил уже Аллах им рай Ну из-за своей Богобоязненности Который передача От посланника Аллаха Хадис Абу Гурейра Я плачу То что передо мной Длинное путешествие Мало у меня Благих дел Кто говорит Абу Гурейра А он мы Тогда с вами Что уже Нас с вами говорит Слабая убежденность То есть Слабая вера И боюсь То что я не удержусь На мосту Судный день Когда буду идти В рай И упаду Такое Вот такое У них Благобоязненность Также Спросили Что такое Богобоязненность Он дал свое Определение Сказал Богобоязненность Это когда Ты не думаешь Что ты лучше Других Аллахи Братья и сестры Уничтожение Человеку Любому человеку Приходит Знаете Когда он думает Что он лучше Других Когда он думает Что он лучше Чем его брат Вот тогда Уничтожается Вот это Числавие Когда человек Сам себя Восхваляет Аллах В Коран Говорит Не восхваляйте Сами себя Аллах Сам знает Кто богобоязненно А кто нет Поэтому именно В этом Зукер Посланник Аллаху Упомянули Одного Раба Аллаху То что Сказали То что Он богобоязненно И так Он с богобоязненно Молится Проб Мухаммад Саллаху Я его не знаю И когда он сидел С подвижником В мечети Он зашел Этот человек И сказали Вот он Посланник Аллаха На что Пророк Мухаммад Саллаху Подошел К нему И сказал Перед тем Как он Зашел Пророк Мухаммад Саллаху Сказал Я вижу В его лице След шайтана И когда К нему Подошел И сказал Я спрашиваю С именем Аллаха Тебя Когда ты Заходишь В мечеть При входе Мечеть Не приходит Для тебя Такая мысль Что Ты лучше Чем остальные На что Он сказал И вот это Есть Халек Уничтожение Халил Приближенный Друг Аллаха Ибрагим В судный день Ему подойдут Люди И скажут Защити нас Будь заступником За нас Не ты ли Приближенный Друг Аллаха Он Халил Он Приближенный Друг Аллаха И Аллах Назвал его Так И сказал Ваттехед Аллах Ибрагим Халил Аллах Взял В качестве Близкого Близкого Друга Но однако Из-за своего из-за своего таваду, из-за своей скромности, богобоязненности перед Аллахом, он что ответит? Скажет, хотя он знает, что он друг Аллаха, но он ответит я был давным-давно. То есть в Дуне я еще был друг Халилом Аллаха, другом Аллаха. Вот это есть атаква, вот это есть богобоязненность, уважаемые братья и сестры. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы мы были чтобы мы были из-за людей, богобоязненности, богобоязненных людей, чтобы мы были из благочестивых людей. Прошу Всевышнего Аллаха, такая радость приходит, когда мы с вами упоминаем аяты Всевышнего Аллаха, когда мы вспоминаем об Аллахе. И это именно далиль, именно доказательство, что мы любим Аллаха. Самое любимое для нас, то, что оживляет наши сердца, это упоминание Всевышнего Аллаха. Как сказал пророк Мухаммад, приводит в хадисе Кудсе слова Аллаху Субхану Ва Та'ля, как сказал Всевышний Аллаху Субхану Ва Та'ля, если мой раб если мой раб вспомнит обо мне наедине, я также его вспомню, о нем вспомню наедине, говорит Всевышний Аллаху Субхану Ва Та'ля. И говорит, если он обо мне вспомнит в каком-то обществе, то я о нем, об этом рабе, вспомню в обществе лучше, чем это. То есть среди ангелов. Я прошу Аллаху Субхану Ва Та'ля, чтобы каждый из нас был упомянут сегодня Всевышним Аллахом Субхану Ва Та'ля в обществе ангелов. Всевышним Аллахом Субхану Ва Та'ля. До скорых встреч, братья и сестры. Барак Аллафикум. Приступим, иншаллах, дай Аллах, к намазу. Ас-салат таравиха, салат аль-иша. Не забывайте дуа делать за всех мусульман, за всех верующих, за всю умму пророка Мухаммада салаллаху алейхи ва салям. Салаллаху алейхи ва салям.